БИС-ТВ Начиная с этой осени и ученикам, и учителям предстоит узнать для себя немало нового. Ведь 1 сентября 2013 года вступил в силу федеральный закон номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. Образовательные центры, готовящие специалистов по защите информации и эксперты отрасли, ранее уже выражали свое беспокойство по поводу нововведений закона, которые затрагивают обучение специалистов информационной безопасности. Причиной для беспокойства стали формулировки некоторых положений и действия или бездеятельность отдельных ведомств. Обучению в сфере информационной безопасности посвящен отдельный пункт статьи 76 закона номер 273 ФЗ. Закон поручает разработку ДПО в области информационной безопасности Миноборнауки России, которому предстоит сотрудничать с ФСБ России и ВСТЭК России. Известен проект приказа министра образования, который устанавливает порядок разработки ДПО в области информационной безопасности. Этот документ появился в интернете еще в марте 2013 года, но, вызвав немало претензий в первоначальной версии, в обновленном виде свет так и не увидел. Поэтому, к моменту вступления ФЗ номер 273 в силу, программы подготовки специалистов ИБ так и не были сформированы. За исключением троицы привилегированных университетов – МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и СПБГУ. Образовательные учреждения в сфере ИБ угодили в тупиковую ситуацию. Насколько долгий срок? Требования по аккредитации, требования по проведению необходимых мероприятий на сегодняшний день, скажем так, из-за министерства образования еще не вышли. То есть, в реальности есть проект, каким образом будут согласовываться программы, есть понимание со стороны регуляторов, но, имея опыт общения с регуляторами, это обычно займет от трех до шести месяцев. Ну, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, потому что иначе мы все будем страдать, так сказать. Когда нет соответствующих подзаконных актов, ситуация получается такая, так сказать, что-то можно, что-то нельзя. Она получается противоречивой. Страдать на самом деле будут организации и конкретные люди. Поэтому мы все заинтересованы, чтобы это произошло быстрее. Но отвечать здесь, так сказать, за график работы правительства и регуляторов я на себя не беру ответственности. Со вступлением нового закона в силу образовательные учреждения потеряли возможность выдавать по итогам обучения документы государственного образца. Между тем, наличие у сотрудников именно таких документов – необходимое требование некоторых регуляторов для выдачи лицензии. Ситуация с образованием у нас на сегодняшний день следующая. Если смотреть, то есть 1 сентября гособразца никто не может выдавать. Я имею в виду по повышению квалификации. То есть не 100 часов, не 500 часов, не 1000 часов. Соответственно, у нас есть три вуза, которые это мудрились обойти. Это, соответственно, Московский университет, Санкт-Петербургский университет и МГТУ имени Баума. Они, поскольку имеют право создавать собственные программы обучения и выдавать дипломы гособразца, у них есть собственное очень методическое обеспечение, соответственно, они могут эти вещи делать. Формально у нас получается вроде как есть вакуум, но с другой стороны есть возможность как-то его закрыть. Насколько же критично сложившаяся ситуация на взгляд образовательных центров? Организации, работающие в системе дополнительного образования, они в известном смысле будут находиться в равном положении. Поскольку все будут выдавать документы только установленного образца. До этого часть образовательных организаций выдавала документы установленного образца, часть выдавала документы государственного образца. Ну и это вызывало определенные проблемы в этих организациях. В настоящее время, после вступления в силу этого закона, если говорить о рынке образовательных услуг, то, видимо, наибольшие шансы получат те организации, которые имеют и определенный опыт работы в этой области, такие организации, как Фистех, МАИ, и у которых есть уже определенный авторитет. По мнению экспертов, рынок кадров ИБ окажется в непростом положении. В столичных регионах спрос на специалистов с необходимыми документами об образовании едва покроют троица МГУ, МГТУ и СПБГУ. В других регионах при условии оттока высококвалифицированных кадров дефицит подобных специалистов может сильно обостриться. Однако руководители банковских служб ИБ отказываются винить во всех переменах закон номер 273 ФЗ. На их взгляд, бумажных специалистов отрасль худо-бедно наберет. А вот квалифицированных, опытных специалистов со стажем как не хватало прежде, так и не будет хватать в ближайшие годы, независимо от любых законов. Вопрос здесь состоит, опять-таки, за что мы боремся? За реальную безопасность прикладную или мы боремся за наличие бумажки? Для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства, достаточно иметь двух специалистов с документами, с дипломами. Получить их, в общем-то, невелика проблема. Проблема в бумажном отношении, с моей точки зрения, решается. Гораздо более серьезная, с моей точки зрения, проблема именно реальных, а не бумажных специалистов. То есть не человек, у которого есть диплом, а человек, у которого есть реальное понимание проблемы и понимание подходов к их решению. А это вопрос, ну, да, и образования, и какой-то практики. Вот с этим уже входит. Учитывая прозвучавшее мнение, новый закон об образовании не зря привлекал большое внимание до вступления в силу. Теперь же, несмотря на все опасения, предстоит увидеть собственными глазами, какие глобальные изменения в отрасли информационной безопасности банков принес нынешний день знаний. БИС-ТВ